Вообще, если говорить о нем и вообще в принципе о популярности, как это происходит, с точки зрения трансерфинга человек, который занимается реально своим делом, то есть когда есть своя стезя, свое направление, а у каждого есть реализация своя в этой жизни, и попадает человек, что называется, в струю своей реализации, то, соответственно, происходит такой рост популярности. То есть это говорит о том, что, назовем так, составляющая душа и разум в единстве находятся, и вот человек занимается одержимым своим делом, в хорошем смысле этого слова, то есть когда мы действительно отдаем туда силы, энергию, но без такого величайшего напряжения, скажем. Вот оно как-то все начинает складываться, потому что это именно моя стезя. И, кстати, не только стезя, еще есть такое понятие, как моя дверь. Бывает, что, допустим, его стезя быть этим артистом, он, например, мог бы пойти в какую-то другую область себя там реализовывать, но дверь не его, соответственно, все бы закрылось. А вот здесь именно рэп, вот в этом виде, то, как он себя представляет, видимо, его и дверь тоже, да, то есть он актер, плюс его эта дверь. Соответственно, туда и двигается. Я не знаю, на самом деле он актер по образованию или нет, но согласитесь, что там быть на сцене, это все равно нужно обладать какими-то артистическими данными, что у этого человека есть. Далее, если говорить вообще о психотипе, есть такая система Афанасьева, синтаксис любви, его книга называется, очень интересная, где рассматривается 26 психотипов. Как такового теста определения психотипов практически не существует. Но вот наблюдая за человеком, можно что в данном случае сказать? Что у него высокая эмоция, высокий порядок эмоциональной функции, соответственно, когда человек, вот все артисты, они обладают этим, то есть у них либо первая функция, либо вторая ведущая эмоция, и, как правило, на яркую эмоцию привлекается аудитория. Если возможно, ну это уже нужно вот рассматривать и разговаривать с человеком дольше, чтобы понять, какой в порядок функции дальше его, возможно, как вариант, это на третьем месте находится воля. А что такое третье место, вернее, воля на третьем месте? Это когда человек ради достижения своей цели готов на все. И, как правило, вот в шоу-бизнесе люди идут напролом, готовы на все, чтобы достигнуть своей цели. Это их просто вот, ну, кредо, скажем так. В этом ничего нет плохого или хорошего, это просто вот их данность, которая позволяет им быть популярными. Ну и последний момент, наверное, я думаю, что он в своих песнях затрагивает те темы, которые сейчас актуальны или волнуют людей. Поэтому, собственно, вот комплекс таких составляющих и приводит к популярности того или иного человека. В данном случае вот, о котором мы говорим.